добавить ничего не можем ок континент возможности гамбия полтора миллиарда к расходам или полтора миллиона извиняюсь минус 10 бюрократии нет возьмем минус к скорости роста колоний 10 процентов там не написано процентов но я уверен что там в процентах это было бы минус 40 тысяч бюрократии так как что там еще с банкротством минус 73 процента престижа плюс 48 процент процент процентной ставки по займам минус 97 процентов множитель социальных выплат минус плюс 97 процентов радикализации от снижения уровня жизни принудительная приватизация запрещена хороший штрафчик так фуцзиан отменить дорожную службу статуи нет дополнительных статуй никто 14 осталось 14 стран как будто штраф не в игре а в реальной жизни ну банкротство как бы да это серьезно так это не в той стране где я щас войну да нет фута тора мы против к карты а это рядышком окей внимательно надо за этим смотреть привет все контурные карты закрасил нет еще не все вот еще чуть-чуть осталось чуть-чуть 14 стал 13 вернее мы же тоже в этом списке так что осталось 13 и судя по всему по таймеру мы не успеем до конца закрасить дуговая плавка открывает метод дуговая стали плавильная печь стали литийных заводах ок не могу понять как может быть государство с нулем ввп легко хотя нет у них 10 производства но у них не в этом производстве никто не работает население 0 не население 10 тысяч а где все люди работают интересно служащие военнослужащие и чиновники одни начальники работать некому хотя тысячи механиков есть недостаточно чтобы что-то работало война началась так там революция значит массе на перепроверяем да ничего нету никаких революций завоевать подтвердить добавить ничего не можем ок что с нашим названием почему она никак не справиться я хочу вот такое же большое чтобы было здесь 7 войн за два года так а у нас больше стран 14 да уже тридцать второй год поэтому мы не успеем там останется около пяти наверно стран а если вдруг еще будут где-то революции в неудачный момент то может и больше остаться у нас тысяча погибших на этой войне дети ей наше место под солнцем запись драка за африку завершена колониальные устребления принесли плоды и значительная часть континента теперь повинуется нашим желаниям это рассвет пан европейской империи плюс сток престижу у нас нет пан европейской империи у нас союз народных республик это значит что мы контролируем сколько 95 процентов африки то мне кажется мы уже больше контролируем поэтому как-то поздновато это событие случилось и опять таки от этого события плюс сток престижу ну как бы мне кажется все таки из должны давать за такие события что-то большее теперь магин данау является ведущим производителем мановары первое место мановары второй так массина закончилась здесь революция вроде закончилась до только не говорит что я здесь пропустил добавить область какую-нибудь 58 процентов ввп нет вроде это все одна область ok его не навязать подтвердить добавить вторую основная цель ок есть вопрос а будет ли за африку игра за сокота или египет я пробовал за сокота но не за не сезон а просто вот попробовать как-то мне не очень понравилось если честно а ты так сильно бустанулся по игре после поглощения р.и. или китая после поглощения великобритании наша первая была война с великобританией по принципе после этого у нас не было вообще проблем ну нет первое время совместные войны когда против нас воевала австрия пруссия россия великобритания и по моему америка мы пару войн свели в ничью но чем дальше тем как бы мы мощнее становились и чем дальше тем все набирали обороты и в результате все это было уже не проблема для нас первая наша была война с англией по моему или с америкой нет по моему сначала с англией потом с америкой если я не ошибаюсь иностранный манифест за крестьянское хозяйство ok плюс 10 к поддержке движения только развлечение никакой работы алкоголизм слишком ценный кадр не будем никого увольнять пускай остается самое сложное это было победить в первой войне ну нет кстати первая эта война была наоборот простая самое сложное было когда коалиция на нас напала вот это было сложно по пару войн по моему мы свели в ничью потому что ну слишком много нас атаковала одновременно а первая война с великобританией мы же там просто устроили зеркраш и все и никаких проблем так и в африке остается bagir bagir me 11 11 дай был хорошим бонусом в плане населения но мы долгое время не могли воспользоваться потому что у нас не было мультикультурализм но когда мы приняли мультикультурализм до китай стал больше пода еще лучше для нас но в целом контроль европы в этой игре слишком много завязано на при то какие культуры принимаются и поэтому изначально если мы играем начинаем в африке туновой в россии в европе то нам нужно именно европу завоевывать чтобы активно прям развиваться либо заселять к колонии так есть и bagir me завоевание подтвердить дополнительных целей нет так но если после этих двух наше название не увеличится то это прям будет и пик фейл что здесь больше ничего до чужого не осталось это все наше в океанию ну мы сейчас закончим африку потом идем сюда просто по таймеру мы не успеваем всех то есть часть мы успеем но не всех ну и в принципе за счет сокращения строительных секторов таймер-то наш стал идти намного быстрее так что мы видимо в два часа уложимся хотя он не факт что дополнительный час который я на сегодня выделил может быть вполне пригодится то есть строится электростанции но у нас уже закончилась бюрократия так пауза нужно остановить бюрократию ок все что в начало очереди дополнительных в статуй нет это тора все шоу багир ми 99 стран осталось багир ми но потом по какому параметру пойдем по престижу по ввп или по населению ваши заказы с принимаю заявки а лошадь обнаружен гсм низкая организация войску мандат есть у люди новая нефть население окей заявка принята в адская дипломатическая игра где наша индонезийская армия население магин данау восстание восстание нет возвращение области подтвердить добавить ничего не можем индия вперед так а здесь у нас какая армия африка окей новое будущее но через какое-то время до через большое время северный кавказ обнаружен гсм здесь написано золото пусть все знают данный таймер конечно намного стал быстрее идти после сокращения 4000 строительственных секторов но вернее от 4000 строительства пан европейская мечта это что золото не блестит война завершилась ок демобилизовать нет наше название не увеличилось все игра проиграна это все это ну вот как так почему почему название такое мелкое вот почему вот здесь прямо от всей души а здесь вот 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 парадоксы разочаровываете интересно почему у нас растет дефицит бюджета из-за социальных выплат 7 миллионов может быть раньше походу так и воевали для длинного названия а почему нет то этот кассус бели ничем не хуже моего любимого за слишком по одинаковые цвета слишком похожие цвета прям однозначный стопроцентный кассус бели который имеет приоритет над всеми остальными это восстание это не наша война механизированное земледелие открывает тракторы механизированные скотобойни и интенсивный сбор шерсти это уже наша война так железную конфедерацию мы не можем атаковать потому что это децентрализованное государство которое мы колонизируем значит следующий идет Кутай у него нет восстаний вот здесь завоевать подтвердить добавить ничего не можем ок бюрократия вышла в плюс хорошо восстание здесь все 7 осталось всего 7 давайте сдайтесь пожалуйста кто-нибудь может сдаться а прям вот 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 прям подарок сделайте мне сдадите сдайтесь 1,62 миллиарда населения игра до 31 декабря 35 года ну можно и дальше продолжать но основная игра заканчивается 31 декабря в конце дня 31 то есть при переходе на 1 января 36 года 7 войн 34 35 год при 7 войн 365 умножить на 2 7 войн в год 7 войн за 2 года успеваем если ничего не случится то успеем следующий войн и следующей цели вернее окей проверяем здесь все ок хотелось бы опять восстание юта обнаружен гсм есть ачивка какая-то за покраску по-моему нет по-моему здесь нету никаких ачивок за покраску достижения простые а почему у меня не по-на- у меня есть а или это в этой игре нету вообще у меня есть анархия за великобритании ну там большой список но насколько я помню нету ачивки за завоевание всего мира 43 тысячи престижа камон камон мой мега флот ну план именно такой сегодня мы заканчиваем этот сезон однозначно чтобы понедельник понедельник либо вторник там посмотрим как как получится по графику начать новый камон 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 есть так следующий сулу так революции нет навязать подтвердить завоевать добавить к основным возвращение возвращение добавить к основному все окей интеллигенты обращаются с просьбой назначаемые чиновники нет минус 5 к легитимности милиорация земель плюс 2 пахотные земли в Фресландии окей сулую интересно сулую в звездном пути и отсюда назван давай давай двигаемся двигаемся кутай все так и вы собрались на один фронт уважаю так здесь же есть армия да соединение с чатом прервано на ютюбе я навязываю только там где где у них несколько провинций то есть на этом этапе навязывание если они говорят что они готовы рассмотреть это практически 100% значит что у них больше чем одна провинция поэтому обязательно нужно навязывать так это восстание это не наша война возобновили строительство электричества но про флот пока не начали однопровинчатым я не знаю не навязываю то есть если у них нету шансов сдаться то я им не навязываю так стулу потом гавайи 5 осталось 5 давайте ребята давайте давайте мы верим верим в вас у на гавайи да гавайи надо захватывать сейчас потому что на них нужно высадку делать это может занять больше времени надо же еще успеть помимо того что успеть объявить все войне надо же еще успеть их выиграть а это тоже может время занять что это за фронт здесь ты сюда это какой к 5 f5 сюда вы будете на гавайи высаживаться во второй веке были да были очки беспредела когда ты мог хулиганить без дипломатического обоснования я во вторую не играл поэтому не могу никак прокомментировать так гавайи завоевания подтвердить добавить ничего не могу ок о тут есть уйдет куда-нибудь сюда наверняка стой на месте о мы начали настроить наш мега флот нет не начали только что было 150 уже ноль видимо не начали кстати какой-то у нас маленький кредитный лимит мне кажется что раньше он больше был нет в том плане что рос больше с ростом экономики проверяем что там все что мы все захватываем так здесь надо куда-нибудь вторжение организовывать нет здесь есть фронт здесь есть фронт таки то есть не надо вроде как прикольно гавайи здесь а иконка войны здесь логика камон 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 какая интересная тут картинка здесь все сулу все что кто будет следующий так гавайи потом булунган ок вышло 18 и бесплатные выходные буду учиться играть добро пожаловать в нашем полку прибыла а но на самом деле да всем кто у кого нету игры советую пока есть бесплатные выходные попробовать понравится наверняка но если уж вы досмотрели до сюда значит вам интересно поэтому почему бы не попробовать самим steam проходит бесплатные выходные как может союз республики если республика 1 как-то на 1 у нас их было как минимум 4 даже было до этого 4 или 5 республика я уж не помню какие они там были восстание в железной конфедерации минус миллион офигеть чем она так растет то дополнительных статуй нету на гавайях все да у них только одна провинция была вторжение сейчас когда война начнется только тогда можно начинать вторжение до этого нельзя его начинать планировать в хой в hearts of iron можно заранее начать планировать так булунган есть шанс что они согласят значит у них больше одной провинции до навязать подтвердить завоевать основная цель гсм обнаружен на кубе кучу кого или каратка булунган тидоры и бутон кому мы так не успели построить наш мегафлота пролетарии вылетели в трубу почему профсоюзы на втором месте просто красноармейцев куда никуда не вылетели вот они дурой бутон гаваи все камон 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 бутон тидоры тидоры по моему тоже несколько провинций нет 1 1 по деньгам то я шучу про доходы а камон камон давайте давайте чуть-чуть чуть-чуть впритык но должны успеть вот прям впритык это будет мой первый world conquest если получится камон 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 все еще не начали строить окей сорок три тысячи престижа давай 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 следующий тидоры до восстания окей это нас не интересует да тидоры потом бутон бутон будет последний 74 процента грамотности при учете что мы контролируем практически все население планеты это я считаю очень круто не знаю есть ли у плейлистов отдельные превьюшки но я бы циферку своего п обязательно добавил надо подумать так тидоры завоевания подтвердить ничего добавить сюда не могу ок так тут несколько фронтов надо перед переслать сюда армии так там идет весь мир электрифицирован но все что было на момент начала сегодняшнего стрима я везде ставил в очередь электростанции да а там на ускорение игры у тебя все исследования проведены может какие домики нужно построить пускай ускорение игры на ускорение игры нет никаких может я неправильно понял связывание азота кей табаска и дипломатическая игра красно тут армии есть свободная но ускорение дипломатических игр нету никаких ничем вообще никаких вариантов воздействовать булунган в процессе тидоры следующий и остается бутон кому-то сюда я никого не отправлял а на обложку плейлиста идет обложка на ютюбе идет обложка первой серии на вк можно создать отдельную обложку на обложку плейлиста дар знания отличная идея знаменитая кафе так джабила мудимба парламентская республика мудимба идет лесом перми обнаружен гсм окей здесь заканчивая иди на аляску рай изобилия мотивация либо популярность нет мотивация показатели безусловно очень хорошие грамотности уровень жизни да я тоже считаю что вполне себе особенно учитывая население и даже лоялистов они так как у меня обычно когда меня все ненавидят так тидоры и бутон твердить мало-помалу вторая опция которая дает доступность образования война проверить дополнительных целей нет тидоры и бутон этому стидоры мы воюем бутон следующее и оставшиеся это децентрализованные нации которые мы не можем завоевать мы можем их только колонизировать тидоры все мы успеваем охренеть так табаска это аляска не я честно я при по моим прикидкам не казалось что мы не успеем но камон камон надо успеть эту войну еще завершить до завершая до исхода таймера так сюда мы идем сюда мы пришли железная конфедерация все значит ирляска остается давай 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 мега флот еще не начал строиться все еще идет электрификация страны вернее электрификация всего мира так аляска все так а мне нужно посмотреть я не помню виктория 3 контрол f9 проб скриншотики делать да пожалуйста возьми себе еще генерал я даже не буду разбираться откуда у тебя дополнительные войска не буду их сокращать край изобилия и апрель минус миллион в бюджете можно было по приколу активировать все армии отправить их сюда минус миллион в бюджете с и и и и там он не виснет выборы прошли хотим мы сделать какой-нибудь прикол перед завершением например уронить легитимность в ноль нет, не хотим, мы хотим выгнать нафиг интеллигентов нафиг снизили нам, блин, легитимность на 5% так, стоп дайте я сохранюсь, а то я не знаю, вдруг сразу будет финальный экран если когда мы завоюем последнюю страну я не знаю ес ес ну, нажимайся World Conquest Complete полное завоевание мира мы контролируем весь мир 6,2 миллиарда ВВП 74,7% грамотности окей нет международного рынка загнешься у нас дефицит автомобилей двигателей радио одежды мясо артур, спасибо тебе отдельное спасибо за советы которые пару раз спасли наш сезон этот офигеть давайте дождемся окончания полгода осталось ой, ё-моё это прям вообще круто колонизирует космос если бы можно было дефицит машин все очень исторично но я на машину там немного переключал производство поэтому ничего удивительного в виде рабства еще не колонизирован мир а в текущей версии Аляску невозможно колонизировать до конца вообще ни при каких условиях то есть там сделано сделано так что даже если с самого старта вкладываться в колонизацию и максимально ее прокачивать играя за Великобританию сразу получить Аляску ее невозможно колонизировать вообще никак полностью ну все то есть там обсуждать нечего так что полностью колонизировать весь мир мы бы не смогли в любом случае но да колонизировать Америку вот и Канаду вполне возможно было бы и Австралию тоже но мы их получили немножко поздновато поэтому не успели но тем не менее Африка колонизирована полностью Туркменистан колонизирован полностью Северная ой Южная Америка колонизирована полностью Индонезия колонизирована полностью Все острова колонизированы Так что в целом я считаю, что хороший результат У меня знакомый рассказывал прикол В 60-х в США машину ты только под заказ мог купить Да там и сейчас в принципе не сильно отличается ситуация И у нас точно так же Если ты ведешь покупать новую машину Ты можешь выбрать какую-нибудь комплектацию хреновую Которая есть в наличии А если ты хочешь какую-нибудь комплектацию, которая тебе интересна И цвет, который тебе нужен Ты ее только под заказ заказываешь Африканцам повезло, живут при коммунизме Всему миру повезло Где наша благодарность от всего мирового сообщества Что мы их обучили Что мы им все институты подняли То есть здравоохранение на максимуме Образование на максимуме Министерство труда на максимуме Социальная защита на максимуме Ну тогда комплектации не было Понятно, но Суть от этого не слишком сильно меняется Хотя Честно говоря не знаю Были ли тогда комплектации Но цвета-то точно были Только в самом начале Порт продавал любого цвета Только черного Интересно, кто больше благодарен Афганцы, кавказцы или японцы За коммунизм Я думаю, что Великобритания 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 у нас специфический Как-никак экономика-то рыночная Ну А чем это отличается от Китая Который сейчас живет При рыночной экономике с коммунизмом Все в порядке Советская республика Однопартийное государство Мультикультурализм Полное разделение Избираемые чиновники Массовый призыв Гарантия свобод Свободная конкуренция Протекционизм Парапорциональный налог Коммерческое сельское хозяйство Переселение в колонии Профессиональная полиция Государственные школы Государственное медицинское страхование Защита свободы слова Защита прав рабочих Обязательное начальное образование Женщины на рабочем месте Пенсия по старости Миграционный контроль И запрет рабства Отличные законы Ну и да Как я говорил Никакого достижения За это не было Никакой ачивки Не выскочило Единственное Которая ачивка Более-менее Как-то соответствует Это Которую мы получили В прошлый раз Сверхмир При игре за любую страну Включите в свой блок И Финляндию И Корею Причем они должны быть Именно как два государства Включенных в блок А не то что мы их территорию контролируем Огонь Огонь Нафиг 6,3 миллиарда ВВП Престиж 44 тысячи Ну я сомневаюсь Что мы даже За полтинник Выскочим Кстати Самая сильная Командная экономика В Виктории 3 Возможно За Афганистан Почему? Чем она отличается От любой другой Командной экономики? Поздравляю с достижением Спасибо Без рабства В космос не улетишь Ну может быть и так Ого В Вест Инди Обнаружен ГСМ Команд 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 Декабрь Шестое Уже Отлично Седьмое Давай 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 Ждем Стеллари За союз Народных Республик Я вот думаю Что возможно Следующее После цивилизации Будет Стеллари Что-то Как-то С цивилизацией Я смотрю С просмотрами Так себе Идет А вот Стелларис Был неплохо Да и мне интересно Блин Что они там Накрутили С новым обновлением И новыми Всякими фишками В области Юта Обнаружен ГСМ Так Двадцать пятый Не пропустить Тридцать первое Декабря Давай 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 Борьба за власть Столица Драгослав Шнейдарак Шнейдарак Лидер интеллигентов Отважно борется За то Чтобы провести Свою группу В правящие круги Плюс 25 Политической силе Окей Так Таймер Тридцать первое Декабря Викторианский век Сохранить Та-да-да-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- подрос отлично население 165 миллиарда больше всего рабочих семьсот восемьдесят семь миллионов панцев 307 миллионов французов 125 миллионов плав французы прям расплодились возможно все таки работала ассимиляция честно говоря не знаю за счет чего у нас только французов так больше всего у нас католиков серьезно куда настолько католиков и почему так мало конфуцианство и других религий которые были в азии странно ну вот вот так какие планы дальше я еще удивился моду на вику 3 который добавляет целую кнопку для dlc про академию наук спорта и культуры вау планы дальше вы на сегодня мы заканчиваем этот сезон завершён выходные я попробую попрость потестить новое обновление которое вышло вчера и новая dlc и в понедельник либо вторник стартуем новый сезон предположительно за индию потому что новое dlc посвящено индии и поэтому предполагаю что сезон будет за индию но не обязательно то есть я выходные если успею потестить посмотрим может быть я что-нибудь другое выберу ну вот вот такие планы на сегодня мы на этом заканчиваем всем спасибо что смотрели что досмотрели что мы наконец таки выбили эту это это ну в игре нет достижения но я считаю что это прям достижение до встречи в следующем сезоне пока пока а ну блин конечно чуть не забыл подписывайтесь на канал на ютюбе на вк на твич на этот самый поддерживать создателя на бусте буду рад и до встречи в следующем сезоне все пока пока